Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет посетила всемирно известная компания «Тримбл». КФУ представила разработки на выставке «Нефть, газ, нефтехимия». Представители Казанского федерального университета выиграли гранты на одном из масштабных молодежных форумов. В Казанском федеральном университете состоялось традиционное утреннее совещание с руководящим составом в режиме онлайн. В начале мероприятия проректор по научной деятельности Данис Нургалиев вручил дипломы гражданам Ирака. Диплом кандидата юридических наук получил выпускник аспирантуры кафедры конституционного и административного права юридического факультета Абдуларида Джафар Нассер, а также выпускник аспирантуры кафедры системного анализа и информационных технологий Института математики и механики имени Лобачевского Аль-Халидзи Аркан Мохаммед Али. Наши выпускники, выпускники Казанского федерального университета сегодня работают по всему миру и очень приятно, что они получают такие высокие степени, как дата доктора наук и я думаю в будущем они займут очень высокие посты в этих странах и у нас наша дружба еще усилится. Казанский федеральный университет Компания Тримбл производит одни из лучших в мире приборов и так уж сложилось, что мы с ними давно дружим, они нам помогают в учебном процессе, постоянно получим от них подарки, как вот сегодня же они вручили нам самый новейший спутник, прибор спутниковый генези Р-10, очень хороший прибор, супер современный, используя эти приборы мы обучаем студентов, проводим научные исследования, даже проводим какие-то хоздоговорные работы. Компания Тримбл и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2013 году. В его рамках компания предоставляет университету скидку на закупку оборудования, а часть новых технологий и программного обеспечения передается университету безвозмездно. Лилета Липова, Ленар Довлетяров, Универньюс. КФУ занял третью позицию в 11-м народном рейтинге российских бизнес-школ, составленном порталом MBA в Москве и России. Рейтинг основан на оценках выпускников программы MBA и Executive MBA. В этом году опрос прошли 1260 выпускников 2016, 2018 и 2018 годов выпуска из 52 бизнес-школ различных городов России, в том числе из Казани. В шорт-лист прошли 34 бизнес-школы. А теперь другим новостям. Казанский федеральный университет выиграл конкурс на создание научно-образовательного центра мирового уровня по нефтедобыче. В проект вложат порядка 4 миллиардов рублей. В создании центра примут участие и другие вузы, имеющие приоритетное направление в области нефтедобычи. Но Казанский федеральный университет возглавит деятельность всех организаций, участвующих в создании центра. Вуз также тесно сотрудничает с зарубежными нефтедобывающими компаниями, поэтому является одной из ключевых организаций в сфере нефтедобычи. А 2 сентября вуз представил новейшие разработки в этой области президенту Татарстана Рустаму Мениханову в рамках нефтегазохимического форума. Все подробности далее. 2 сентября на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума 2020. Казанский федеральный университет представил свои разработки на 27-й специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия», которая традиционно проводится в рамках форума. Эти технологии будут играть решающую роль в ближайшие 10-20 лет в разработке нефтяных и газовых месторождений. Здесь представлен широкий спектр современных технологий, начиная с микробиологии и заканчивая цифровизацией в индустрии. Это позволит нам с минимальными расходами в кратчайшие сроки решать наиболее актуальные задачи. Цифровизация в этой отрасли промышленности поможет одному человеку решать те задачи, которые раньше решались большим количеством специалистов. В первую очередь внимание гостей привлекает, конечно же, кернодержатели, VR-очки и iPad с установленной программой дополненной реальности. В данной программе реализована модель одной из лабораторий, находящихся в Казанском федеральном университете. Она называется «Труба горения». Надевая шлем, гость оказывается в виртуальной реальности, а именно в одной из лабораторий Казанского федерального университета, где находится установка по вытеснению нефти различными методами увеличения нефтеотдачи. Гость имеет возможность подготовить эксперимент и также провести его. То есть у него сформировается наглядное представление о том, как проводятся данные эксперименты. Представленная разработка велась благодаря поддержке программы «Алгарыш», позволившей обменяться опытом исследователей Казанского федерального университета и Бохомского университета прикладных наук Германии. Также на выставке был представлен еще один проект КФУ по автоматическому кустованию скважин. Раньше при проектировании скважин, чтобы пробурить, разработать месторождение, это занимало очень много времени, так как этот процесс содержит много ручной работы, рутинной довольно-таки. Соответственно, наш проект помогает автоматизировать этот процесс, перенести часть дел на компьютер, и так компьютер помогает ускорить данный процесс. То есть не идет речь о том, чтобы полностью заменить человека, человеческий труд. Это, так сказать, помощь. Напомним, в церемонии открытия нефтегазохимического форума 2020 приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцин и другие почетные гости. Разработки Казанского федерального университета представили ректор Ильшат Гафуров и директор Института геологии нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалеев. Диана Желенкова, Аделя Шамилова, Леонард Вильтяров, Универ Ньюс. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на соискание Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых 2020 года в области экспериментальной и теоретической физики. К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и ученые в возрасте до 35 лет. Подробную информацию можно получить по телефону 8 905 021 22 80. А теперь к другим новостям. Представители Казанского федерального университета вновь выиграли гранты на одном из самых значимых и масштабных молодежных форумов. О том, какие проекты победили и где они будут реализованы, смотрите в нашем сюжете. Завершился самый значимый и масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа ИВЛГ-2020, проходившись с 24 по 28 августа. Он проходил впервые в дистанционном формате. В нем приняли участие 3607 резидентов и более 65 тысяч зрителей из 82 регионов России. В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46 миллионов рублей. Молодежь Республики Татарстан выиграла 12 грантов на общую сумму более 4 миллионов рублей. В числе победителей представители Казанского федерального университета. Грант в размере 200 тысяч рублей получил проект Like a Donor 2.0. Начальника отдела по работе с общественными организациями, институтом кураторства, департамента полнодежной политики Казанского федерального университета Гульнас Мордановой. 2.0 не просто так, потому что в прошлом году мы уже получили грантовую поддержку Росмолодежи на реализацию проекта просто Like a Donor. Из названия уже понятно, что проект связан с донорством. Конкретно он направлен на популяризацию добровольного донорства в студенческой среде, в том числе на популяризацию повторного вторичного донорства, потому что часто бывает так во время проведения донорских акций, мы с этим сталкиваемся, что у студентов есть желание сдать кровь, они вот разово сдают кровь и забывают об этом. Хотя донорство на самом деле важно, чтобы в этом деле была стабильность, чтобы в этом деле была регулярность и это очень важно. Мы доносим информацию до студентов именно об этом. В прошлом году проект стартовал очень успешно и планируется реализовывать его каждый год в разных форматах. Например, в этом году добавилась съемка видеороликов о донорстве. Еще один интересный аспект нашего проекта, он связан с названием Like a Donor. Почему такое название? Во-первых, мы ставим Like a Donor, одобряем его желание помочь другим, сдать кровь. С другой стороны, Like a Donor как донор, то есть мы рассказываем о том, что донор должен вести здоровый образ жизни и как бы стремиться быть как донор, это значит стремиться следить за своим здоровьем, стремиться вести здоровый образ жизни. То есть таким образом у нас еще определенный блок, связанный с популяризацией здорового образа жизни среди студентов. Мы проводим там зарядки со звездой, зарядки с нашими студентами-спортсменами, активистами, рассказываем об этом направлении, то есть такой комплексный проект получается. Грант на сумму 124 тысячи рублей на реализацию проекта «Точка роста Агромастерская» получил выпускник Набережной Челнинского института Казанского федерального университета, специалист по работе с молодежью молодежного центра «Орион», города Набережная и Челны, имбасир Ганеев. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok